Руслан Халецкий Здарова, 2021 год, давно не было роликов на канале, а я Руслан Халецкий, это Роман, Роман ABB Pro Халиулин, в общем, ну короче, я виноват, не снимал все как обычно, в забили, забили, в общем, я поправился, Ромка поправился, мы больше не коронавирус-то, но Рома поправился давно. В прямом смысле поправился, здоровый, просто коняка, коняка здоровый, я вообще не здоровый, я вчера первый раз нормально позанимался, я решил, что ему очень надо, чтобы я его потренировал, поэтому на этой неделе три раза хочу приехать, кроме, и на следующей, вот, сегодня у меня тренировка груди, он разминается в бабочке, а у меня, а у меня подобие тренировки спины, потому что меня вчера очень круто пожал, у меня прям вчера тоже было строение хорошее, я очень сильно рад, если что, мы оба перенесли корону легко, но он совсем легко, я чуть-чуть потяжелее, потому что я, потому что я как бы сам балбес и, как обычно, себя не сильно жалел, сейчас Ромка будет делать жим штанги лежа, но чуть-чуть особенный, я ему сейчас покажу, он поддержит камеру, держи, давай. Мы сейчас помесим 60 килограмм для разминочного подхода, так скажем, классического, обычного, и, ну, тут ничего сложного нету, а потом, а потом, а потом, Роман будет добавить жим вот таким вот образом, на одну руку опускать глубоко, и выжимать, и потом противоположной рукой сделать вот так. Руслан вообще, на самом деле, любит однорукие упражнения, все, что работает, все, что работает, хамеры и так далее, он любит такие, изолировано, чтобы поработала каждая сторона, даже при условии, что рукоятка, к примеру, одна, чтобы каждая часть независимо сокращалась, но в интернетах пишут, что это дрочка ебаная. Ну, гораздо дальше друг от друга начинают находиться места крепления мышц, и за счет этого амплитуды движения больше, и за то же самое количество времени и повторений вы выполняете больше, физически больше работы, то есть большее расстояние проходит вес. Типа КПД больше. Типа КПД больше в то же время, плюс абсолютно новая нагрузка, вы рекрутируете больше волокон за счет более сильного растяжения, вот. Прикольная последняя GoPro, я себя вижу в цифровой графике с этой стороны, вот смотрите, очень прикольно. На первый раз мы на нее что-то снимаем, кстати. Ромик, давай поедем 60 килограмм с тобой. 60 килограмм, а где взять? А что, вы все блины из зала продали, кризис, что ли? Большие, да, большие, да. Зачем они столько никто не прикрывает? Да, ладно. Ну, ладно, Ромка походится, пособирает блинчики. Я с ним делать не буду, я тут качал, я, кстати, уже сказал, да, об этом. А еще я медиамодуль не одел на камеру, поэтому, сорян за звук, в следующий раз будет звук еще лучше. О, смотрите, у меня уже есть медиамодуль, но это камеру, потому что я кто, 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 кто самый крутой? Русланчик. Вот так вот. Сначала 20 раз, просто медленно, простой жим. Чуть-чуть меньше моста сделай, пожалуйста. Окей. Потому что, ребята, мостик, если вы делаете мостик во время жима, у вас он превращается в отрицательный угол. А вам это не очень-то сильно надо, в большинстве случаев. Ну, давай, опускаешь одну ручку под себя, да, вот, хорошо. Да, молодец. На самом деле движение не такое. Достаточно тяжело. Да как ты думал? А, ну, легко будет? Ну, да, ты так легко делал. Ну, я же по-какому-то делал. Чуть-чуть растягивает, за счет жима. На самом деле такое. По ощущению, очень интересно. Я не знаю. Я думаю, что мы максимум добавим, если мы, ну, килограмм по 5, наверное. Наверное. Как ты рукой не делал на 10 раз? Я скажу, ты встанешь, я тебе покажу, что стоя. Куда можно пить приводить. Слук, жду, ты можешь хорошо, глубоко опускать. Да, молодец. В общем, у Ромы подгруженный трицепс после тренировки. И вот на крайнем подходе он почувствовал, что вот на трицепс напряжение идет. И мы решили применить хитрейший способ. Мы пришли на один подход. Слухнейший способ. Бабочку. Сейчас он сделает 30 повторений. Да. Ставка идет подальше. Будет назад и туда. Да. Сейчас он выровняет общую степень утомленности грудных с трицепсом. И отдохнем. И выполним еще один подход джима. А после мы отправимся уже на работу с гантелями. с самыми большими, которые есть в ли джиме. С самыми большими, короче. Начал снимать, а я подход закончил. Ну и ладно. Я, в принципе, хотел только снять скамеечку, сказать, что вот мы, видите, поставили скамеечку. Что Брома поставил на нее ноги. И это позволило уменьшить прогиб в пояснице. Потому что мы, смотрите, ребята, мы ставим наклон, да, чтобы у нас вектор силы, да, вот таким образом шел к мышечным волокам. А если мы делаем прогиб, да, то у нас грудная так вот поднимается. И, в общем, мы из-за сильного прогиба наклонный жим превращаем в горизонтальный. А когда вы делаете сильный прогиб на скамейке горизонтальный, вы превращаете свой жим в жим обратным хватом. Вот. Поэтому, по сути, для большинства из вас вообще жим по 30 градусов будет являться горизонтальным. Поэтому я зачастую рекомендую даже горизонтальный жим людям не делать. А если делать, то вот следить за поясничкой, там, приподнимать таз, в общем. Минимизировать прогиб. Как тебе первое упражнение? Вот, вот тот жим. Вот тот жим. Клево, на самом деле. Ну, блин, это такое определенное разнообразие, которое вносит в ваши тренировки какие-то новые углы, новые ощущения. Помимо того, что это интересно, это еще и создает определенную периодизацию в вашем тренировке. Ну, к примеру, грудь немножко по-другому работает. И, соответственно, отзываться будет на нагрузку по-новому. Другие углы. Другое время под нагрузкой. Все-таки вы в статодинамическом режиме работаете. Клевое упражнение. Я думаю, если с весами не перебарщиваете, не гнаться за своим эго внутренним, да, можно прям клево потренироваться и включить это упражнение в вашу тренировку груди. Я думаю, что в этом году я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Вообще, конечно, по уму тренажер очень кайфовый, но видите, есть две отдельных штуковины, карабина и два отдельных троса. В общем, в идеале на него повесить две D-рукояти и делать таким образом тягу, ну мне просто западло. Но так лучше. В следующий раз так сделаю. Вот я там у нас Рома. Считаешь, что придет? Здрасте. Это что-то типа... Да, делайся. Подходи. Гантели большие для меня. Вот. Я слабый на самом деле. Я стесняюсь на камеру работать с такими весами. Давай-давай. Еще вот очень важно, что я люблю, ценю и прошу, работать с теми гантелями, которые человек может сам закинуть в рабочее положение. Ну, в идеале. Исключительно на мой взгляд. Видите, что мы так гантели внутрь наклоняем, большие пальцы, так? Оно лучше. Мне опять не нравится. Вот, ладно, ребят, я пошел его это, пострахую. Если камера не упадет, будет здорово. Ты пока вот все, у меня все. Давай сделай же. Я пока шел, короче, его страховать. Он кончился. Ну давай полегче пойдем. Возьми 30. Давай. Сразу возьмите 30. Окей. Просто утомленный. Солнце? Солнце. Питерский моем. Питерский моем солнце. Солнце. Хорошо поработал. Молодец. Подход на биздец. Суху покачал. Ну нет. Все, короче, хорошо. Штанга. Вот Рома. 40 килограмм. Ну, штанга легкая. Вот скамейка. Что делать? Жмем. Жмем на ключицы. На ключицы. На ключицы. Касайся ключицы. Я не могу рассмотреть ключицы. Я ничего не знаю. На горло не заваливай. На горло не заваливай. А так вот, да. Вот сюда. Опускай где-то ключицы. Во, вот сюда. Вот сюда. Да. Это следующий подход. Руки поужу поставим. На сколько? Ну, на сколько хватит. 15. Раз. Раз. Репс. 15 репс. Я не могу опустить. Ну, ладно. Все. Справлю. Вот так могу. Ну, все, не балуйся. Скажи, что мы с ней так занимаемся. А потом лазимся, ебанемся. Да. Созальемся. С бургерами. Вот так вот снимать. Вот так вот здоровая была. Да, да, да. Чтобы они мне не писали, что я хуйня без рукой. Спорт. Спорт переживает. У меня это за дело пинет. Хорошо. Все голуби ходят. Все голодцатыми еще. Голодцатыми. И жирными. До кучи. С примером, конечно. Нет, тоже жирный. Но я бритью. Ты выбривай себе рельеф, знаешь? Вот я Даня сказал, чтобы он прессал. А вы все не любили. Сланки, что голубок он выглядит странно. Потому что она рыбий глаз. А она же не любит. Нет. Просто она растягивает. Он выглядит большим. Надо держать внимательно. Чтобы лучше не бьет. Что там, как поломалось что-то? Это свет, естественно. Я уже. Там же у нас предохранитель. Там какая-то штуковина просто была. С ферминими дрогами. Нет, это замороженная манго с протеином. А изолят просто безкусный, да? Да. Чуть-чуть сахарозаменителя. Ну и это. И лецитин там. И МСТ. Да, видишь, я сегодня не это. Сейчас погреется, что-то. Я сегодня не завтракал. У меня был завтрак такой же. Куча омеги. Протик. Там вот замороженная манго. Это типа углеводы и пищевые волокна. Я всегда поражался Руслану, как он может на жидких приемах пищи весь день просто. Ну не весь день. Я пообедаю сегодня шавермой. По пути сейчас шавуку в ленте куплю и колу без сахара. Это будет мой обед. А так, ну слушай, тут у меня было утром, намешал 100 грамм изолята. Нет, это, ну блин, это по нутриентам я понимаю, окей. Но по насыщению. Я же есть не люблю. Я и так сытный. Сытный, блядь, сытный. Я сытный. Я жирный. Утром 200 грамм риса. 10 яиц 4 целых. И протеин 50 грамм изолята. Мне тренер сказал запивать все изолята вместо воды. Я запиваю все изолята. Да. Ну, белок. Если что, если что, хотя бы Эля Мам тоже так делает. Мне кажется, до этого только я от себя такое слышал. А, ну и от Таса, кстати. О, да. Какой-нибудь Мутаса в Питер привезем в гости. Вот. И он очень кайфовый тоже с ним. Ну, что-нибудь мы, конечно, там сделаем веселое. Ну, вот. Они сейчас кто-то в Далерчик в Тюмень же ездят. Да, он как-то туда к ним и ездил. Снимали, да, да, да. Идет. Всяки какие-то там. Как ты саваться ездил. Вот повез кучу я Ромку домой. Чтобы у него не было катаболизма. Катаболизм. Да. А сам поеду в офис. Потому что мне уже телефон просто весь разорвали. Нехватка меня в офисе. Наверное, в следующий ролик мы снимем у меня в гостях. По переезду. Ну, да. Это может быть на ваши вопросы. Но вряд ли это, блядь, видео выйдет на него на канале до того, как мы встретимся. Да вообще вряд ли оно выйдет. Я же могу поснимать и забить болт просто. Да, для домашнего. И не снять дальше. Да, вот и все. Ну, может быть и нет. Ладно. А это Питер. Мы в Питере живем. Ну, если кто-то не знает, то мы в Питере живем. У нас холодно. Машинка красненькая. Вот. Ну и все. Привет всем. Какой-то всем привет. Можно без привет. Только что вы видите, я приехал в офис. И что-то я подумал, что мне стало интересно, какой сейчас рынок доставки готовых рационов. Кто помнит, у нас тоже был свой сервис. Который мы закрыли в момент, когда он был весьма прибыльным. Просто потому, что занимала слишком много времени работа с ним. Плюс с него нас не устраивал ввиду энергозатрат. Вот. И решил, дай-ка я, может быть, там в течение каждую неделю заказывать какой-нибудь рацион компании, представленной в Питере. Быстро пробежался в интернете, мне кажется, штук 20-30 контор точно минимум работает. Там может и больше по доставке готовых рационов. В общем, у меня вопрос к вам, ребят. Напишите внизу, в комменты, если кто-то пользуется каким-либо сервисом, нравится ли вам. И какой бы вы мне порекомендовали купить, проверить. Рассказать вам свое мнение об этом сервисе. Ну, просто в комменты накидайте контор разных. Вот. Если вдруг смотрит кто-то там из владельцев или сотрудников компаний, то мне не нужно писать, предлагать какие-либо рекламные условия. Мне это не надо. Вот. Потому что, ну, тупо у вас не хватит бабок, чтобы я как-то даже чуть-чуть сделал какую-то нативную рекламу. Как по-настоящему у меня будут ощущения от этого, от рациона? От компании? Причем все расскажу там. Как это работает курьер, как это работает менеджер, там, удобно ли форма заказа. Насколько грамотно составлен рацион вообще. Потому что вчера смотрел одну контору, там пипец. Они предлагают людям рацион на тысячу калорий, типа, для быстрого похудения, где 20 грамм жиров в рационе. Сейчас не вспомню название, но, блин, там очень умные диетологи. А там написано, как обычно, диетологи просто умные, важные, талантливые. Вот. Как бы это неправда. 20 грамм жиров, умные, талантливые люди никому кушать не рекомендуют. Какие бы ни были там пожелания похудения, типа, похудей и ушатай свою гормоналку. Ну, ладно. В общем, советуйте мне рационы. Покупайте генетик. У нас не так давно вышли новинки. Ну, не все из этого, конечно, новинки. Но тут есть у нас креатины вкусовые. Цинк и калинат. Вот такая трендовая штука сделали. Ураним камеру. Кто не видел, у нас есть сахарозамититель FitSweet на основе эритрола. Очень хороший, очень удачный, очень приятный вкус. Мне очень нравится. И еще один вкусовой креатинчик. Тут чего-то не хватает. На самом деле коллагенов. Жидкие коллагены с гидролоновой кислотой появились. Приятный вкус. Очень здорово разлетаются. Но, если честно, у меня было две банки на столе для рекламы. Я их в сториз уже выложил. Я их в сториз выложил, забрал домой и уже сожрал, выпил точнее. Ну, такой вот я. Ну, правда, удачные позиции. Еще. Не знаю, насколько это забавно. В общем, Новый год же был. Новый год же был. Ими и разные компании, и партнеры наши делали нам подарки. Что-то, что-то Новый год у нас организовалось. Вот там еще бутылочка сзади. Барабанок и Хеннесси. В общем, а там еще мешок 2 килограмма кофе, по-моему, стоит. Ну, принято. Ой, принято так в России такие подарки делать. Забавно, конечно, немножко, но в любом случае пригодится, на самом деле. Буквально недавно у меня сотрудник один пришел, говорит, нужно ехать на встречу. Взял одну бутылочку и отправился тоже в качестве презента. Такие дела. В общем, на сегодня, наверное, хватит снимать. Пойдет домой, может, дома что-нибудь подсниму. Такой получается даже. На выпуск это похоже немножко. Еще есть нужна, так скажем, ваша мотивация. Для меня даже, может, не мотивация, а подсказка. В общем, скажите, про что вообще поснимать? Есть мысль про какие-то отдельные добавки, вещества порассказывать, больше научного. Или что бы вы хотели? Потому что не понимаю. Я понимаю, что обычно смотрят всякую грязь, говно, обсуждение друг друга и перекидывание, там, скажем, ссаной тряпки друг с друга. Но это не совсем мое. Я не очень это люблю. Раз. Никогда так не делал. Два. И вроде хвалите, пишите спасибо. И, ну, так скажем, определенная база таких очень приятных людей смотрит постоянно. Ну, хочется, чтобы канал рос. Хочется. Хочется. Так что делаешь, хочешь, чтобы это было хорошо. Могу вам про газировку рассказать, про сахарозаменителями. Когда ее пить, когда ее не пить. Чем она плоха в плане формирования фигуры и так далее. Потому что смотрел ролик Дениса Гусева, он там говорил про сахарозаменители. По-моему, про газировку тоже он там сказал. Короче, такую он там дичь сказал. Вот. Не совсем очень верно. А так, да, прикольный. Тем более, когда он с Румынией летели. Мы знакомы очень давно. Но обычно так, на привет-привет. Пока-пока. Ну, Дэн очень, он очень дружелюбный, очень приятный. Меня такие люди себя подкупают сразу. То есть, от него нету негатива. Ну, может, на уровне ауры. Не знаю. В общем, короче, очень приятный. Ну, там ерунду сказал про сахарозаменители. Ну, никто не обязан быть там осведомлен обо всем. У него есть свои неоспоримые качества, там, преимущества. И нам делать контент максимально красивый. И людей действительно мотивирует. Ну, вообще, как он молодец. На мой взгляд, личный. И там быть специалистом во всем сложно и не нужно, возможно. Это отдельные вещи все. В общем, просто газировки, сахарозаменители. Я не знаю, протеины, креатины. Вот. Пишите в комменты, про что бы вам порассказывать. Просто про стероиды. Была мысль взять каждый препарат отдельно и про него вообще рассказать. Стоит, не стоит. Своё видение по препаратам анаболическим. Тоже могу. Такая мысль есть. Тут вопрос к брендам. Кто хочет, можно будет тут посотрудничать. Чисто на формате, например, рекламы этого ролика, чтобы был больше охват. В общем, дальше будет другой кадр. Другая информация, возможно. Я пошёл ещё немножко поработать. У меня сюрприз приготовлен. Ну, такой. Мне кажется, такого сюрприза никогда не было. Знаете у кого? У Дениса Кьюцина. У хозяина турнира. Организатора Сиберин Пауэр Шоу. Я для него приготовил такой сюрприз от фал башки. Я вам в следующем ролике, думаю, об этом расскажу. Если не забуду. Но там такого не делал, наверное, ещё никто. Никогда. Никому. И это будет... Мне кажется... И я вам ещё расскажу. Малтар, покажу вам, что я сделал. Я ещё расскажу вам его реакцию. Сказал ли вам, что Руслан, ты придурок. Мне рассказал, что Руслан, ты... Ну, не совсем придурок, а только чуть-чуть. Не могу ничего. В том поводу сказать. Лишний раз покажу вам свою любимую стенку. Вот эту. Она такая красивая. Мне очень до сих пор нравится. Тут нам ещё подарок сделали. Вот наши друзья. Подарили мне вот такую вот штучку. Ну, приятно. Приятненько. Вот. Вот такие, короче, дела. Это сделали мои сотрудники. Подарок. Компании. Себе. Ну, и мне. В том числе. Пожалуйста, не думайте. Я не настолько, блядь, ударенный в голову. Меня, конечно, может, подкидывали в детстве. И не всегда ловили. Но, как бы, этой галерею славы. Это не про меня. Сделали мне это в подарок. Украсили. Людям очень нравится. Всем гостям, кто приезжает в Генетик. Действительно, очень здорово. Очень приятно было это увидеть. Кстати, у меня что ещё есть. Подарок-то сделали не только мне. И вот мы с Ромкой. Портретик. Смотрите. Это же Романчик Холиуллин. Для Генетика, для кабинета сделали. У нас с ним. С его медалью, с его первым квалификационным очком на турнир Мистера Олимпия. Ещё для Ромы вот такой вот сделали. Подарок на Новый год. Но он уехал. Поэтому передам я ему его завтра. Потому что завтра я тоже пойду Ромку тренировать. Завтра у нас ноги. И у меня у него... Эй, не жуть. Ноги. Спасибо, что придумали классик-физик. Руслан может не так сильно напрягаться.